Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Ииии всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Барвиха РП Мобайл. Но перед тем, как мы начнем, я конечно же хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем что, дорогие друзья, сегодня, как вы могли заметить по названию, по картинке и вообще по сути ролика, сегодня я купил себе вот такую ВАЗ-2114. Многие эту машину очень хотят, я не знаю почему, но из советских машин, ну я имею ввиду из русских, она является одной из самых популярных. Наверное из-за своей простоты, из-за своей народной любимности. Ну как, кому не может нравиться ВАЗ-2114? Покажите хотя бы одного человека, кто на ней не катался. По-моему, все знают, что это за машина и как ее, конечно же, занизить, что-нибудь сделать прикольное. И сегодня мы начинаем новый проект, а именно, собственно говоря, проект СВАЗ-2114. С сегодняшнего дня мы будем заниматься ею, прокачивать ее, прокачивать двигатель, красить там все, короче, мутить. Очень прикольные вещи с этой тачкой. Это, я думаю, будет очень клево и занимательно. Поэтому, дорогие друзья, если захотите поиграть со мной в эту прекрасную игру, а именно в Warwick Warp Mobile, то переходите по ссылочке в описании и качайте ее себе на Android-телефон. Ее потянет абсолютно любое устройство, хоть у тебя Honor, хоть Samsung, хоть Huawei, разницы нет. Игра весит очень мало и в нее очень клево играть, потому что здесь реально город из реальной России, как бы вы могли заметить, тут карта создана сама разработчиками. То есть это не просто GTA San Andreas, а именно GTA Россия, именно Barwick, дорогие друзья. Все дома созданы, как вот у тебя в городе. То есть квартирные, там магазины с МТС, там что-нибудь такого, Макдональдс, все как в России. Поэтому перейди по ссылочке в описании, хотя бы попробуй. Я не заставляю там играть, там заставляю, хотя бы попробуй. Вот лично я попробовал и меня игра затянула вот на очень долго. Я играю в нее уже где-то с апреля или с мая. И вот до сих пор не могу оторваться, но вот прям бомбически клевая игра. Поэтому, ну, переходи по ссылочке в описании и качай. А также мы вместе с разработчиками, вместе с админами подготовили крутой бонус в размере 150 тысяч рублей. Если ты захочешь при регистрации, ты можешь его получить. А сейчас в октябре идет удвоенная акция. То есть, когда ты вводишь мой промокод, денежки тебе приходят в двойном размере. Поэтому, чтобы его сделать, нужно нажать на чатик, потом слэш, мм. И после чего во вкладке 9 промокодов нужно будет нажать еще раз на промокод от ютубера. И вот сюда нужно будет ввести свою почту. А после нее мой промокод хэштег личи. И все. И с помощью этого вы сможете получить неплохой бонус. Прям вот очень реально неплохой. Поэтому вот такие вот дела, дорогие друзья. Что хочу сказать. Давайте сегодня, в принципе, начнем с ее, как сказать, технической части. Сейчас, я по-моему, если не ошибаюсь, то в этом городе у нас находится детейлинг. Мы можем, собственно говоря, на него сейчас поехать. И посмотреть, хотя нет, детейлинга тут. А, нет, да, чип-тюнинг. Чип-тюнинг находится вот тут, если что, на чипе города. Сейчас на него поедем и прокачаем машину. Ну, по крайней мере, не на последний стейдж, но хотя бы там на второй. Потому что машина, как вы можете заметить, она трясется и едет очень крайне неуверенно. Для А4-ки это очень плохо. Потому что она сама по себе очень такая медленная такая машинка. Ну, если заводскую брать. Ну, а если ее прокачать, то это будет пушка. Она будет быстрее, чем Тойота Супра. Я вот зуб даю, что ты это реально можешь сделать. Поэтому сейчас вот едем вот тут 90. Потому что в городе идет ограничение до... Все, проехали и можем теперь гнать. Потому что если мы будем ехать больше 90, то нам, естественно, прилетит штраф. И его нужно будет платить. Ну, а зачем это делать? Это как все в реальной жизни. Если ты нарушаешь, то тебе нужно будет платить штрафик. И все. Как бы вот так вот. Поэтому давайте сейчас проезжаем дальше. Будем ехать где... А тут что у нас? Йо-йо-йо. А тут что? А, доставка пиццы. Аренда транспорта. Тут, короче, можно будет поработать доставщиком-развозчиком пиццы. Окей. Ну, я как бы уже наработался в свое время. Поэтому не хочу. Давайте будем ехать через пост ДПС. Кстати... Ой-ой-ой. Тут светофор. Главное на светофоре тоже не проехать. А то за проезд на красный тоже полагается штраф в размере 2000 рублей. Смотрите. Тут у нас реклама обучения. Приходи на обучение вождения с другом. И получите 500 рублей каждому. Блин, круто. Кстати, тут что-то... Красный свет очень долго. Так, желтый загорается. И можно уже, в принципе, ехать. Все, зеленый полетели, дорогие друзья. Можем уже ехать вперед. Сдавать, точнее... Ну, сдавать старый двигатель. Покупать новый. И заниматься непосредственно крутым тюнингом. Там уже ребята оттуда едут. Вот, автобус какой-то. Нифига себе. Баргузин целый. Окей. Ну, ладно. Давайте проезжаем вот так. Пока что она вообще неинтересная. Скучная машина вообще выглядит, ну, не очень. Но скоро, ребят. Она просто расцветет, как аленький цветочек. Поэтому давайте вот так заезжаем. Опа-опа-опа. Чип тюнинг. И давайте будем сейчас прокачивать. Что это она там замуровалась как будто? Так, давайте. Чип тюнинг первый уже у нас установлен. И у нас есть второй за 40 тысяч. Можно сделать что-нибудь до ляма. Блин, я могу миллион вложить. Но главное, чтобы мне на другие функции хватило. Хватило. А денюшек давай. Ладно, давайте. Чип тюнинг. Чиповку. Ребят, с вас лайк за миллион. А, вам недоступен такой чип тюнинг. Окей. Ладно. А почему? Я думал, что можно. Или что? Нужно каждый по отдельности открывать, что ли? Или что? А, нет. Нельзя. Вам недоступен данный уровень улучшения. А что так? Я думал, сейчас сразу прокачаю. Странно. Обычно, обычно можно все сразу прокачать. Нормально прям. А тут что-то прям, не знаю, почему-то вам недоступен. Когда я лансер делал, у меня все было доступно. О, странно, дорогие друзья. Странно, странно, странно. Окей, ладно. Давайте перейдем дальше. Турбо-надувчик. Тоже турбо-надувчик покупаем. Нормальненько так. Теперь трансмиссию. Окей. И все. В принципе, мы прокачали все, что можно. Почему-то остальное у меня закрыто. Я не знаю, почему. Окей. Ну, ладно, давайте выйдем и посмотрим. В принципе, я машину прокачал. Какой же у нее убогий вид. Нужно будет ее срочно чинить и делать из нее пушечную тачечку. Будем делать из нее прям красоточку. Вот. В принципе, уже машина более-менее поехала. Конечно, если бы у меня было все открыто, уже управляется получше. Но, ну, как бы до идеала прям еще далеко. Прям очень далеко. Поэтому придется чуть-чуть подождать, чтобы что-то из нее прям сделать крутое. Следующей нашей целью будет, конечно же, поездка. Я вам сейчас скажу, куда поездка у нас будет в... Так-так-так-так-так. Да, блин, куда же я нажимаю? Блин. Так, GPS. Что-то я все перенажимал и ничего толком не нашел. Так, шиномонтаж, чип-тюнинг, детейлинг. Следующее, что мы поедем, это на детейлинг, дорогие друзья. Он находится у нас где? Конечно же, мы знаем где. Поэтому мы уже в следующей части туда поедем. Ну, а пока что давайте просто замерим скорость на трассе. Вот так, выйдем куда-нибудь. Так, нам нужно куда-нибудь выехать на трассу. Сейчас, короче, прямо и направо. Окей, я понял. Чуть-чуть проедем, посмотрим, сколько у него максималочка. И закончим на этом первый видос, а именно начинание прокачки машин. Так, стоп, а нам куда нужно? Так, прямо и направо. Все, базар, вокзал. Едем прямо и направо и выезжаем из этого города и будем отправляться уже навстречу приключениям. Отличненько, да, дорогие друзья? Ой, что-то я попал куда-то не туда. Отличненько. Вот сейчас теперь вот так выезжаем тут. Двигаемся вот так вот. И теперь газ в пол, педальку в пол. И давайте погнали. Главное, так, стоп, а мы точно доедем куда нужно? Да, главное проехать дальше, собственно говоря. Налево надо будет повернуть. И все будет отлично. Поэтому давайте, ну-ка, разгонимся, посмотрим, сколько она тянет. Максималочку. Ну-ка, давайте, давайте, давайте. Так, а сколько тут? Блин! Превышение скорости на 31 км в час. Ё-моё, вот это да. Окей, я пипец, я бандюган, хулиган настоящий. Но я не хотел. Я не хотел. Я не знал, сколько тут запретка. Но давайте, я не знаю. Я успею ли доехать до конца и разогнать машину полностью? Не, по-моему, не успею. Поэтому сразу будем ехать уже туда, куда нужно. Сейчас будем сразу вот так на дорогу становиться и пробовать аккуратненько выруливать. И вот так вот все. Погнали, погнали, погнали. Отличненько. Главное разогнаться и ехать нормально. Ну-ка. 183 уже. Кстати, ребят, походу она едет 210 где-то, я думаю. Где-то 210, да. Где-то она у нас едет 210. Ну-ка, я не знаю. Я не успею тут разогнаться на максимум, потому что дорога увилистая. Ну, я пробую, конечно, но слабо получается. Не разгоняется она больше. До максимума что-то она не прет. Прям вот вообще, посмотрите, ребят, не хочет она на максимум вообще. Может быть, из-за того, что дорога такая вот. Но я вот пробую, но скорость только сбавляется и сбавляется. Так, все, погнали. Вот более-менее ровная. Давай, давай, давай. И набирай скорость. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А почему скорость только сбавляется? Почему? Не понял, не понял. Что за прикол? Ладно, окей. Что-то она не хочет быстро ехать. Вообще не понял. Окей, ладно. Все, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Первая часть на этом закончилась. Если вам ролик понравился, то обязательно переходите по ссылочке в описании. Качайте барвиху себе на телефон. И поиграйте вместе со мной. Ой, кто это приехал? Какой-то Дима Гороскоп. Что-то он хочет. Поэтому, в принципе, на этом все. Ребятушки, если вам понравился ролик, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. И нет, все отлично, все отлично, все нормально. И все в таком духе. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите свои крутые комментарии. И всем до скорых. А, нет, кодовое слово. Давайте будет объездная дорога. Все, кто напишет слово объездная дорога, обязательно попадут в мое следующее видео. С вами был Лич. И всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok